вот вот это люблю вот это стоит купить вот это до фаворит всем привет сегодня я хочу поделиться с вами своими фаворитами последних месяцев это наверное будут фавориты зимы может быть даже осени очень много всего интересного я для вас приготовила будет немножко косметики и также достаточно много рандомных вещей но в то же время это настолько большие фавориты что мне обязательно хотелось об этом поговорить с вами и давайте приступать начнем на нас косметики потому что это логичнее всего для этого канала первый мой просто огромнейший фаворит и в то же время средства которые у меня сейчас вызывают жуткую депрессию это тональная основа to face born this way депрессия сразу поясню потому что у меня это тональная основа уже закончилась полностью я вышкребла оттуда все последние остатки которые я только могла достать и самая главная печалька заключается в том что сейчас конкретно этого тона нет нигде не на официальном сайте to face не на сайтах которые перепродают как бы косметику to face короче блин эта печалька просто ужасная но в то же время после того как я попробовала эту тональную основу я вот не представляю чем ее можно заменить она безумно классная вот в последние месяцы только сугубо она у меня была на лице и постоянно в каждом видео мне приходит там десятки комментариев по поводу того что у меня кожа выглядит идеально что она такая сияющая что она такая красивая что вообще я с каждым видео все лучше и лучше выгляжу на самом деле 90 процентов успеха вот в этой вот бутылочки было я эту тональную основу пробовала не только на себе она круто выглядит как и на 20-летних так и на девушках моего возраста и даже я это пробовала на своей маме и тоже очень круто она выглядит это очень сияющая тональная основа то есть если у вас жирная кожа то скорее всего нет идеально подходит для нормальной кожи для сухой кожи тоже очень классно подходит она имеет тоже безумно круто покрытие вот самого-самого тонкого слоя то есть ее не нужно наслаивать для того чтобы там какую-то пигментацию скрыть или где-то какой-то прыщик скрыть в общем-то буквально тонюсенький слой и все у вас лицо идеальное просто еще один огромный фаворит последнего месяца это вот эта потрясающая просто палетка хайлайтеров от слик называется она солстис название дурацкое ну короче говоря эта палетка хайлайтером здесь 4 хайлайтера два из них за запеченных хайлайтера один сухой и один кремовый сейчас на мне самый такой деликатный вариант это именно кремовый хайлайтер вот у меня на скулу нанесен над бровью тоже его можно наблюдать мне безумно 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 нравится эта палетка во первых она стоит недорого во вторых вот эти вот хайлайтеры которые запеченные их реально можно увидеть из космоса то есть если вам нравится такой стронг хайлайт чтобы реально очень сильно было подсвечено лицо тогда вот эти два варианта точно для вас вот этот сухой хайлайтер это приблизительно как может быть чуть чуть меньше чем мэрилу вот какое-то такое у него свечение тоже очень красиво довольно насыщенно но не настолько сильно как бы броска но в то же время с такой палетка можно варьировать то есть сегодня если хочется больше хайлайта берете какие-то из этих хочется меньше хайлайта какие-то из этих если вы не новичок на моем канале то вот этот продукт вас нисколько не удивит это жидкие матовые помады от элли girl обожаю их просто у меня постоянно пополняется коллекция сейчас у меня их уже 7 я не буду сильно повторяться потому что я делаю на них обзор в конце года то есть они вошли в фавориты 2015 года расскажу про новый оттенок у меня появился оттенок rebel и недавно я делала фотографию выкладывал ее в инстаграм и там просто всем безумно все понравилось как она выглядит все спрашивали что за оттенок помады в общем то если вам нужна безумно насыщенная классная матовая помада которая будет хорошо держаться которую можно снять только чем-то жирным я например эти помады снимаю оливковым маслом вот натуральным стопроцентным оливковым маслом потому что косметическими средствами они очень плохо смываются и соответственно также и держится тоже очень хорошо и ничего их не берет кроме каких-то очень жирных текстур конечно любая жидкая матовая помада довольно требовательная к состоянию губ если у вас губы в ужасном состоянии если они обветренные если они потрескавшиеся то матовые помады ну блин это вообще не ваш вариант но если вы за губами ухаживаете или хотя бы где-то вот когда начинаете делать макияж нанесете хороший бальзам на губ а потом в конце его промокнете и нанесете эту помаду все будет вот так вот просто еще один безумно приятный бонус этих помад заключается в том что они абсолютно бюджетные и так как вы меня очень часто спрашиваете где эти помады можно достать как их можно купить я для вас постаралась и сейчас их можно купить через симплум вернее через группу симплум вконтакте они есть в наличии то есть самые такие ходовые самые интересные цвета есть в наличии отправить могу куда угодно хоть зимбабве и если вам это интересно то я ссылку на группstream вконтакте оставлю внизу там вы сразу сможете посмотреть какие оттенки есть наличии и если какая то из них заинтересует можно купить с косметическими фаворитами Это все, теперь переходим к рандомным фаворитам. Первый просто величайший мой фаворит, это приложение на телефон, называется оно Snapchat. Для тех, кто любит смотреть влоги, не только мои, а в целом, как бы вам нравится такого рода видео, Snapchat это 100% ваша программа, потому что в ней можно фоловить не только блогеров, скажем так, а и разных звезд, например, ваших любимых актеров или певцов. Я в этом приложении зависаю просто каждое утро, у меня с утра это такой заряд позитива. Суть этой программы заключается в том, что на протяжении всего дня добавляется как бы история ваших Snapchat, то есть это могут быть коротенькие видео, либо фотографии, и таким образом за сутки формируется целая история прошедших суток. Мне безумно понравилась эта идея, я сама там частенько делаю посты про разные там покупки, делаю сводчи, показываю там, что мне приехало, что интересного, делюсь какими-то лайфхаками своей жизни. В общем-то, если вам интересно меня фоловить, можете фоловить меня, но если нет, то просто заклините в эту программу, там огромное количество интересных людей. Я обожаю фоловить, у меня здесь немного, кого я фоловлю, но из тех, кого я могу порекомендовать, это Ева Лангория. Ева Лангория это моя, наверное, одна из самых любимых актрис, я ее полюбила еще со времен «Отчаянных домохозяек». Она в снапчате, вообще за ней настолько интересна ее фоловить, потому что она вот просто дико приземленный человек, то есть у нее нет там какой-то звезды во лбу, у нее потрясающее чувство юмора, она чуть ли не каждый день в каком-то новом городе или новой стране, постоянно у нее эти снэпы с таким юморком, очень живые, очень веселые, короче, я вам однозначно ее советую. И также мне безумно нравится «Follow Jackman Hill». Jackman Hill, ну, вы наверняка знаете, это достаточно известный блогер, ютюбер, бьюти-блогер. Я ее обожаю тоже за ее чувство юмора, она классная, позитивная, вообще супер просто. В общем-то, однозначно зацените, потому что эта программа стоит того. Следующий мой огромный фаворит это «Кольца». Я не знаю, почему меня так повернуло, нет, вернее, я знаю, почему меня так повернуло в сторону колец. Раньше я вообще ничего на руках не носила, как-то мне это не особо нравилось, или просто, может быть, как-то было не по мне. Но после того, как я вышла замуж, я, естественно, начала носить обручальные свои кольца. И как-то я так начала на свою руку смотреть, и мне показалось, что этим кольцам как-то немножко одиноко у меня на руках, надо бы еще чего-то добавить. И начала постепенно добавлять, добавлять и добавлять. И сейчас мне просто настолько понесло. Я добавила еще вот эти два кольца, которые я ношу практически ежедневно. И каждый раз, когда я вижу какие-то интересные новинки, мне хочется пополнить свою коллекцию. И хочется чуть ли не на каждый палец, еще и на каждую фалангу нацепить кольца. Возможно, это тоже еще связано параллельно с тем, что это сейчас большой тренд. Нет, кольца это, наверное, сейчас главный аксессуар такой модный. Все на них помешаны, все какие-то разные создают дизайны у себя на руках, если можно так сказать. Если раньше была такая тема с браслетами, и много браслетов разных носили, то сейчас такая тема с кольцами. И вот с кольцами как-то я прониклась этой идеей. И сначала носила разную бижутерию, но потом я поняла, что пора уже, наверное, какую-то более взрослую коллекцию собирать, и начала собирать именно золотые кольца. И сейчас на любые какие-то праздники я с моим мужем намекаю, мол, ну, как бы очередное колечко было бы неплохо. Я очень хочу еще дополнить свою коллекцию каким-то кольцом на фалангу уже правой руки. И может быть вот сюда какое-то еще колечко. Ну, короче говоря, посмотрим. Если вы знаете какие-то сайты, может быть, где продается очень классная такая современная ювелирка, то обязательно мне сообщите. В Украине я пока нашла только один ювелирный салон, который реально можно назвать современным. Это ювелирный салон Сова. У меня мое обручальное кольцо мы покупали там. Я покупала тоже вот это кольцо, которое вот просто все поголовно спрашивают, что где это я его купила, потому что очень такое интересное и уникальное. В общем-то, если вам интересно, они в Инстаграме есть, за ними можно фолловить. Я там постоянно высматриваю у них какие-то скидки и какие-то акции, чтобы сразу воспользоваться, если будет возможность. Следующий мой фаворит, который хочу вам показать, был достаточно долгожданный. Вы, наверное, заметили, что в последнее время у меня на канале появилось очень много кулинарных видео. И в целом меня как-то вот сейчас повернуло на кулинарию. Я вообще по жизни дикий импрессионист. Меня может вдохновить масса всего. И когда я вдохновляюсь, меня очень сильно несет по течению. И из-за этого мой канал тоже так периодически меняется. То я делаю больше акценты на макияже, то меня вдохновляют влоги, я начинаю снимать влоги. Потом меня вдохновляет кулинария, питание, правильное питание. Я ухожу в это. В общем-то, я такой просто безумный импрессионист. И сейчас у меня такой период, когда мне нравится готовить. Мне нравятся какие-то комбинации новые для себя пробовать. Играться со всякими специями. И когда я начала именно вот так вот интересоваться всем этим вопросом. И готовить уже более... Ну, я не хочу сказать профессиональном уровне. Я вообще ни в коем случае не профессионал. Но именно на таком уже более серьезном уровне готовить. То я поняла, что мне нужны какие-то более профессиональные инструменты. Я начала закупать там всякие штучки. То я сковороду куплю, то я куплю щипцы для жарки мяса. Ну, в общем-то, по чуть-чуть расширяю свою коллекцию. И все эти аксессуары настолько упрощают жизнь. Вы себе просто не представляете. И чего мне вообще не хватало в моей коллекции, это хорошего ножа. Потому что у меня в основном все ножи всегда были обычные. В основном такие ножи, мне кажется, у большинства людей дома есть. Но я начала смотреть очень много всяких кулинарных видео. И особенно полюбила фоловить разных шеф-поваров. И я смотрю, что все шеф-повара абсолютно всю разделочную работу делают одним-единственным ножом. Он так и называется там шеф-нож. Поэтому я тоже задалась вопросом насчет того, какой бы себе ножик прикупить. И на эту тему я советовалась со своим братом. Он огромный любитель ножей. У него большая коллекция ножей. И в том числе и кухонные тоже ножи у него. Очень качественные, классные. И я у него поинтересовалась, что можно купить такого, чтобы... Ну, не прям уж, но сильно дорого. Понятное дело, любой профессиональный нож будет стоить дорого. Но я не хотела тратить там, я не знаю, 500 долларов на нож. Мне хотелось вот где-то в районе 100 долларов купить нож. И он мне посоветовал японский сайт с профессиональными ножами. И я заказала себе мою прелесть. Да, в общем-то это мой первый профессиональный нож. Но я ему безумно просто рада. В общем-то, как я и сказала, это японские ножи. И они очень острые. Если вы не умеете пользоваться такими ножами, я вам настоятельно рекомендую сначала посмотреть какие-то видеоуроки о том, как правильно пользоваться такими ножами. Иначе вы можете себе очень легко сделать таким ножом харакири. И отрубить себе пальцы. Вот. Вот так вот он выглядит. Сейчас сниму тоже защитную эту штучку. Вот так вот он выглядит. Просто безумно острющий нож. Я уже по полной программе начала им пользоваться. И это вообще что-то с чем-то. Это небо и земля по сравнению со всеми ножами, с которыми я раньше имела дело. Я думаю, дальше в кулинарных видео вы будете часто наблюдать за этим ножом. И сможете посмотреть, как он ведет себя именно в работе. И последнее, что хочу вам сказать. Если вы заказываете вот такой вот профессиональный нож и уже тратите на это достаточно много денег, обязательно позаботьтесь о том, чтобы купить к нему тоже хорошую точилку. Потому что если вы будете точить какую-то точилку вот такой советской, знаете, как там нож вставляется между двумя такими штуками и вот так вот точишь. То вы этот нож убьете после первой заточки, грубо говоря. Точить нужно такие ножи тоже профессиональными точилками на камнях. Я тоже заказала такую точилку, она еще пока не приехала. Поэтому я пока стараюсь практически не дышать на этот нож, чтобы как можно меньше его тупить, наверное, пока не приедет эта точилка. Но приблизительно, как мне мой объяснил брат, раз в неделю заточку нужно подправлять. И в зависимости от того, как вы им пользуетесь, может там раз в месяц нужно его так вот подточить именно. И хочется закончить это видео на какой-то такой легкой ноте и поговорить про сериалы. Я очень долгое время не могла найти сериал, который я бы хотела смотреть. В особенности я не могла найти такой сериал, который мы бы смогли с моим мужем вместе смотреть. Он у меня огромный любитель документальных передач, а я просто их терпеть не могу. Я каждый раз, когда слышу на фоне, что он там слушает очередную передачу про кито-танки, или про Первую мировую, или про Гитлера, или еще там про что-то, у меня просто уже такое отключается мозг. Я вообще даже не хочу слышать, даже на фоне это не хочу слышать. Но тем не менее, по советам очень многих мы начали смотреть сериал «Во все тяжкие». И я помню, мы когда-то начинали его смотреть, но он вообще нам не зашел, как-то не понравился. Мы посмотрели первых пару серий, вообще не впечатлились и забросили этот сериал. И скажу вам откровенно, мне этот сериал начал нравиться где-то, наверное, уже к середине второго сезона только. То есть изначально мы его смотрели просто для того, чтобы смотреть его вместе. То есть никому из нас он не нравился настолько сильно, чтобы как бы вот так вот взахлеб его смотреть. Как я помню, когда-то мы смотрели сериал «Побег из тюрьмы», мы его просто взахлеб смотрели. Этот же такой вот как-то надо было сначала себя пересилить, но вот сейчас мы смотрим уже, по-моему, четвертый сезон. Да, где-то в конце мы четвертого сезона или уже даже в пятом сезоне, я уже точно не помню, но где-то там уже ближе к концу. И мне он начал нравиться, этот сериал. Конечно, у этого сериала есть свои минусы, то есть я его не могу назвать прям абсолютным там фаворитом всего времени, потому что нет, это далеко не так. Главный герой в этом сериале мне вообще не нравится, он меня раздражает. Раздражает тем, что он как-то вроде сначала был вообще такой тихоня, такой весь правильный. Потом периодически ни с того ни с сего он начинает врубать какого-то альфа-самца из себя корчить. И потом буквально через какое-то время опять с поджатым хвостом приходит и извиняется. Ну, короче говоря, я это очень не люблю в этом персонаже. Его жена тоже вообще там на всю голову. Мой самый любимый персонаж там Джесси, вот я его просто обожаю. Казалось бы, обычный себе наркоша, но он всегда ведет себя очень как-то по-честному и никогда не подставит. Даже вот когда бы мог, он никогда не пойдет на то, чтобы подставить человека или как-то нарушить свои какие-то, может быть, моральные принципы. Ну, то есть мне этот человек реально нравится, еще и плюс он такой немножко юмористичный с его этими выраженницами. Короче говоря, если подсуммировать все вышесказанное, то если вы тоже ищете какой-то сериал, который будет интересно смотреть как мужу, так и вам, то можете попробовать. Может быть, вам этот сериал понравится. Что касается сериала, который безумно нравится только мне, мой муж его вообще не понимает, это «Теория большого взрыва». Опять-таки, я его начинала смотреть достаточно давно, пару лет назад, и тоже как-то он мне вообще не пошел. Но потом я его начала смотреть вот сугубо для того, чтобы под него засыпать. И первый сезон, я вообще практически не помню, о чем там была речь, но когда начался второй сезон, мне он начал нравиться. И потом я настолько в него влюбилась, что я просто каждую серию захлеб смотрела. Мне безумно нравится этот сериал, он безумно легкий, он безумно позитивный. И что мне особенно нравится в этом сериале, это то, что в нем нет какой-то мега-драмы. Там, ой, поссорились, ой, помирились, ой, там что-то произошло, ой, там еще какая-то трагедия, все плачут. Или там кто-то какие-то коварные планы строит. То есть там вообще такого нет. Там все очень легко, и в принципе, мне кажется, что очень похоже на реальную жизнь. И, кстати говоря, если вы тоже начинали смотреть этот сериал, и вам он не понравился из-за того, что он очень заточен на физику, да, сначала в первом сезоне, там они совсем уже такие ботаны-ботаны, прям только о физике разговаривают, то чем дальше, тем больше этот сериал вот от именно этой темы уходит и больше переключается на какую-то их внутреннюю жизнь. Ну и все это, естественно, приправлено там наукой, физикой. И, в общем-то, да, если хотите что-то легкое, то я вам однозначно этот сериал советую. И на этой позитивной ноте, наверное, я буду заканчивать видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Видео с фаворитами всегда занимает немножко дольше времени, потому что хочется в деталях и во всех красках рассказать о тех вещах, которые ты любишь. Иначе это будет просто видео бессмысленное, мне кажется. Если оно вам понравилось, то, конечно же, поставьте мне палец вверх, подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписаны, и мы с вами увидимся в следующих видео. Пока! Да, как вы, наверное, заметили, я постриглась, отрезала, ну, наверное, большую часть длины своих волос. И из-за того, что это вызвало огромный просто ажиотаж в комментариях, и в инстаграме очень много было сообщений, и очень много было вопросов о том, как же я решилась на этот шаг. Для приготовления этого десерта нам понадобится 1 стакан цельнозерновой муки, стакан это американская мерка или 240 граммов, вы можете взять. Также нам понадобится 1 чайная ложка соды, но ее будем гасить. Еще нам понадобится полкилограмма обезжиренного творога.